Особое мнение на 101FM И сейчас, наверное, за тем, что происходит в Хабаровске И вокруг Хабаровска Следит вся страна Тот митинг, который прошел в субботу Это, пожалуй, самый крупный митинг Я не знаю, можно ли сказать С 90-х годов Все-таки в 2011-2012 годах И воскресенье тоже, кстати Митинг уже идет два дня Были митинги, да, но это была Москва Где собирались десятки тысяч человек В регионах, конечно, такого не было Поводом стал арест Сергея Фургала И, скорее всего, даже Не столько арест, сколько та форма В которой все было сделано То есть человека взяли, надели наручники Запихали в машину, увезли в Москву И хабаровчане требуют, чтобы суд над губернатором Проходил в Хабаровске Я бы вас, как представителя партии ЛДПР Хотела спросить И как политика тоже Все-таки вот эта история С арестом Я сейчас даже не буду касаться вопроса Там виновен, не виновен Я уже задавала этот вопрос На прошлой неделе Михаилу Курашу Но я не понимаю Если человек виновен И это было 16 лет назад А после этого он был в Госдуме Потом был губернатором Ну очень смешно выглядит Неужели за 16 лет не знал никто? Ну да Сама ситуация действительно Я считаю такая Необычная Но необычная Наверное для тех Кто Доблюдает со стороны Кто участвует В каких-то Политических Процессах Выборах Ну это обычно Как бы ситуация Обычно такие уголовные дела Возбуждаются Перед избирательной кампанией Почему у Сергея Ивановича Произошло Позднее Это ну это большой большой вопрос То есть с 2004 года Он был сначала в Краевой Думе Потом три срока Был в Государственной Думе Во втором своем созыве Он был зампредседателем Комитета по здравоохранению В последнем после того Как он избрался Из Госдумы губернатором Он был председателем Комитета по здравоохранению Он участвовал в трех избирательных Компаниях На губернаторский пост По Хабаровскому краю Это два вот тура Которые были И до этого еще Он принимал участие И ну предположить Что об этом никто не знал И все прекрасно понимают Фильтр прохождения в Госдуму Ну вы знаете Как бы он достолько Так скажем До мельчайшего Там изучает и биографию И даже если были бы Какие-то сомнения То под любыми поводами Его бы конечно Не пустили Это я считаю Наверное Один из губернаторов Не будем говорить там Единственным Потому что можем ошибиться Но один из губернаторов Который был действительно Избран на Честных выборах Потому что Ну очевидно Что докидывать Два тура было Два тура было Да он и победил И в первом туре И во втором туре С большим достаточно отрывом И понятно Что докидывать Ему никто не будет То есть Что в принципе Норма опять же Понимает большинство Те кто Участвовал В избирательных кампаниях Поэтому Это действительно Честно избранный губернатор И вот то что Произошло Ну то что Ну я считаю Что рейтинги Стали слишком большие И последняя Последняя избирательная кампания В Хабаровском крае Это и В городскую думу И В краевую В краевое Законодательное собрание Там по-моему В краевой Там представители Единой России Два Или могу ошибиться Но там значительный перевес Насколько я понимаю И по-моему В городской Там не представлена Единой России Ну я считаю Что Если сделать везде Прозрачный Честный выбор Это вот примерно Наверное Плюс-минус Такой результат Будет по стране Поэтому Знаете Вот То что С ним произошло Для меня только В принципе Не сильно удивительно Но Я единственным Удивился В том Что Слишком Запоздала История И То есть Почему Это сделали До старта А так Это стандартная Практика Когда Если ты идешь От Не Ну от Другой партии То есть Не важно Там Так называемое От оппозиционной Хотя На мой взгляд Ни на какой Позиции Нет Все Так Так Или Иначе Представляет То ли Количество Как бы Самоизбирателей Вот Поэтому Ну Это норма Когда возбуждаются Дела И соответственно Ты уже не можешь Принимать участие В избирательных Компаниях Я могу по себе Сказать У меня была Точно такая же История Как я избирался В законодательное Собрание У меня вдруг Произошла Налоговая проверка Мне было Насчитано 13,5 миллионов Рублей Значит Дело Передали В следственный Комитет Следственный Комитет Проверял Меня на протяжении Достаточно Длительного Времени И Насчитал Что Оказывается Неуплаченных Налогов 272 Тысячи Рублей Место 13 миллионов Поэтому Так как На 272 Тысячи Не возбудить Уголовное Дело На 13,5 Миллионов Можно Поэтому В принципе Наверное Такая сумма И была Учитывая Что тот Значит Точальник Налога Он как бы Осужден Но не по этому Эпизоду По другому То есть Что подтверждает Вот эти Кривые истории Которые Как бы Существуют Ну А Представитель Единой Россией На то время Которые Ну На мой взгляд Разворовал Весь город И что В принципе Сейчас Подтверждается В том числе И С решением Суда Быков Ну Мы Прекрасно Знаем И Как бы Слышим От правоохранителей В принципе Чем он В городе Знаменит То Что происходит В Хабаровске Уже На протяжении Двух Происходило На протяжении Двух дней Это Суббота Воскресенье Митинги Я не думаю Что Такое возможно Организовать Наверное Ни одна Политическая Сила Ни одна Там Какая-то Общественная Организация Не сможет Вывести На улицу Такое Количество Людей 35 тысяч Было По подсчетам Я думаю Что это Официально 35 тысяч МВД Говорят 10-12 Но опять же Говорят Что региональная Давала Большие цифры Просто Хабаровск Примерно Такой же Город Как Киров И Вывести Даже 35 тысяч Это Громадное Количество То есть Как бы Людей И поэтому Понятно Что никто Это не мог Организовать Это именно Люди Идут По своему Какому-то Сознанию По своей Какой-то Такой Не думаю Что их Можно 35 тысяч Уговорить Обзвонить Собрать Еще что-то То есть Это невозможно На мой взгляд А перспективы И вообще Судьба Вот этого Народного Протеста И народного Движения Что будет Я очень надеюсь Что судьба Будет примерно Так же Как у Голунова Которого Выпустили Как мы знаем После То есть Вы допускаете Вы допускаете Мысль Что Фургала Могут там Либо Под домашний арест Либо Под подписку Либо вообще Освободить От преследования Ну Видимо Правоохранителям Виднее То есть Если они Это Как бы Делают То Как это Все доказывается Спустя 16 лет Наверное Какие-то Слова На слова Но Вероятность Конечно Крайне Мала Ничтожно Мала Я бы сказал Но Если это Произойдет Наверное Это будет Некое Такое Успокоение В том числе Дальнего Востока Так А если Все-таки Не случится Этого То Перспективы Того Люди везти в Хабаровске Они каковы Там просто Вчера появлялись Сообщения Что в Хабаровск Уже направляют Самолеты С иногородним ОМОНом Ну Не знаю Сколько надо ОМОНа Чтобы Разогнать 35 тысяч И будут ли разгонять Просто Дальний Восток Может полыхнуть Так Что мало Не покажется Никому Не знаю И самое главное Для чего То есть Какая Всего этого Потевация Мы сейчас Если даже Берем там Виновен Невиновен То есть Это уж Как говорится Там Если Это действительно Имеет место Быть То В том числе Все мы Когда-то За свои Какие-то Грехи Ответим Вот Но Честно говоря Если виновен То у меня Вопрос один Почему Там 16 лет Человек Участвовал Практически Во всех Избирательных Компаниях Был В Государственной Думе И Никто это Не замечал Ему платили Зарплату Денис Ему платили Зарплату Он Можно сказать Принимал Как будет жить Там Там Наше здравоохранение Да То есть В стране Вот И при этом Вот Мы сейчас узнаем Что он Какие-то там Заказные убийства Заказывал Ну Честно говоря Для меня история Она Очень непонятна Я в нее не верю Я Как бы Лично знаю Сергея Ивановича Вот Поэтому Честно говоря Ну Для меня это Не сопоставляется У меня еще один вопрос По Хабаровску И дальше уже Кирвским новостям Перейдем Скажите пожалуйста Вот Те народные Там Да Движения Которые там Сейчас происходят Они в каком-то смысле Послужат примером Жителям остальных регионов Может быть В не настолько Там серьезной ситуации Да Что можно выйти Там На площадь Условно говоря Мирно Без оружия Там Да Не имея Никакой агрессии Там намерение Что-то разрушать Но можно выйти Вот Или это нет Или это Дальний Восток И там допустим Центральная Россия Несопоставимые Совершенно регионы Я Очень надеюсь Что Данный пример Послужит в первую очередь Для чиновников Которые почему-то Искренне считают Что Вот Они Истинно В последней инстанции Да Что они могут Там Взять Там Пригнать ОМОН Разогнать людей Там и так далее В принципе Я считаю Просто до этого Дедужина Доводить И если Говорить Что Что для народа В том или ином городе Или области Делается что-то хорошо То наверное Ну На площадь никто И пойдет А все будут Наоборот Благодарить власть И говорить Как это здорово Как это замечательно И тогда И тогда не надо Будет Придумывать Новые Какие-то Схемы Выборов В течение Недели Там Или электронное Голосование А сейчас Мы к этому Перейдем Тогда можно Будет Спокойно Проводить Честные выборы И Всего-то Надо Лишь Просто Работать Для Населения Для людей Для тех Ну От кого Ты избираешься Как ты Избираешься И все И тогда Не наоборот А когда Мы допустим Возьмем На примере Кировской области Да То есть Секретарь Единой России 10 лет Клава города Председатель Заксобрания Но сейчас Мы узнаем Что он Жулик Да То есть Как бы Там Взятки Ну То что Мы сейчас Читаем Официальные Там Комментарии Самокео Следственного Комитета Или Вот Последние Истории Когда Там Про Наведение Элементарного Порядка К примеру Когда там Вице-губернатор Сидит Тоже там От Следственного Комитета По около 30 эпизодов Получения Взятки Ну Вот При таких Историях Конечно Народ Ну Как бы Будет Недовольный И будет Высказывать В том числе Протесты Свои На Выборах Ну И Соответственно Чтобы им Удержать Это Песто Им приходится Вот Ну Придумывать И говорить Как это Здорово Там Не знаю Голосовать Там электронное Голосование Подойти Ну Я считаю Что Просто Власти До этого Доводить Не надо Что Я сам Против Каких-то Таких Способов Я считаю Просто Надо В первую Часть Слышать Народ И делать То Чтобы Люди Были Довольны И никаких Митингов Не будет Шутку Из интернета Вспомнила Которая В последние Два дня Часто Довольно Мне попадалась В социальных Сетях Да Если бы В большинстве Российских Регионов Задержали Губернатора Народ бы Вышел На акцию Поддержку А не протеста Вы про пеньки Сказали И про недельное Голосование Это кстати Тема важная Она довольно Обширно Сейчас обсуждается В телеграм-каналах Та практика Которая была Использована Во время голосования По конституции Ее предлагают Распространить В том числе На обычные выборы Может быть Не неделю голосовать Может быть Два-три дня Как говорит Элла Памфилова Но тем не менее Вот эта история С электронным голосованием С подсчетом Не зная что будет Еще придумано Вы как к этому относитесь Вам кажется Что это будет Как бы на руку Народу Избирателю Или на руку Тем кто считает Голоса И может быть Не всегда честно Я считаю Если это все-таки Эта история Приживется То смысла В выборах И в качестве Избирателя И в качестве Избираемого Наверное Смысла никакого нет За вообще выборы Убрать Ну потому что Вы знаете Как бы В течение Там 12 часов У нас Избирательные участки Обычно открываются В 8 утра Закрываются В 8 вечера Там и то Умудряются Я опять же могу Только говорить По Кирову То есть Я избирался В законодательное собрание У меня было На моем округе Испорчено Я первый По испорченным бюллетеням По моему Могу ошибиться Но это Официальная информация Есть На сайте Самоизбиркома Нашего Кировского 1260 бюллетеней Испорченных 4800 за И 1260 Испорченных На втором месте По моему Торофеев У него тоже Больше 1000 1080 По моему У него Испорченных То есть Вот я в это Никогда не поверю Потому что Люди которые То есть Вы предполагаете Что бюллетени С голосами За просто Кто-то еще Нет Вторую галочку Дорисовывают И как бы Конечно Они Ну и я Мы можем же Это предположить Потому что Мы не Утверждать Мы не можем За руку не ловили Вот Но Знаете Люди которые Принимают Участие в выборах Которые Там В день голосования Встают И куда-то идут Чтобы проголосовать Но они уже Политически грамотные И поверьте Они точно знают Как голосовать Ну я допускаю Там если бы Было там До 10 Бюллетеней Там кто-то пришел Что-то засомневался И как-то Поставил там Две галки Ну 1260 Человек Не может Прийти И поставить Там две галки Ну это Бред Это Ну это Просто Вот Причем Вот я вам говорю Пример Вот мы можем Зайти на Этот самый Ген То что Голосовали За конституцию Ну вы знаете Я не принимал Участия Почему Вы не пошли Я просто Не вижу смысла В этом опросе Я считаю Что это Было все-таки Не голосование Потому что На момент голосования Она уже была Принята И государственной думой И советом Федерации И Знаете Я Еще Собирался До тех пор Пока не увидел Сам процесс Как происходит Вот это Голосование Когда вот у меня У дома В кустах Подъезжаю к дому Полицей Все для людей Денис Да Полицейский Стоит И Я Ну естественно К нему подошел Я говорю Что-то произошло У нас тут во дворе Он говорит Нет-нет У нас тут Голосование И там вот Женщина В кустах На походном столике Вот у нее там Я говорю А я вот здесь Если не прописан Вот прописан Там вот По другому адресу В Кире Она говорит Ничего страшного Можно Подходит сосед Он говорит А я в другом городе Прописан Ничего страшного Можно проголосовать То есть Ну для меня Как человека Участвующих В избирательной Компании Я честно говоря Плохо представляю Каким образом Все это будет Сопоставляться И как это будет Считать Ну зачем тогда Вот это все Как бы изображать Да Вот поэтому Ну смысл Принимать участие В том Что в принципе Не имеет Как бы Смысла И твой голос В принципе Он Ну вот я например Не понимаю Где он будет учтен Да То есть Вот То есть Поэтому Если это Приживется Ваши коллеги Вот вчера Новости Буквально смотрел Они Упорно Доказывают Что Практика Очень хорошая 92% Поддерживают Вот такие Точинания Это вот вчера По второму каналу Новости По федеральному Ну вы знаете Это Ну Промывание Там Людям Какое-то Вот Ну непонятно Кто Все Просто над этим Процессом Хохочут Когда у меня Многие знакомые Допустим Прописаны Их сходили Проголосовали Вот один Прописан Вообще В другом городе Вот он приехал В ВИАТГУ И там Проголосовал Ну Мы же понимаем Что это Как бы Ну просто Ерунда Какая-то Вот Поэтому Это Если это Все-таки Будет Да То есть И это Не остановит То конечно Сама по себе Ну Такая Избирательная Компания Она будет Ну Тогда Проще Наверное Назначать Слушайте А если А если Не будет Вот этого Скверного Голосования Ну просто Будет Голосование В течение Двух-трех Дней Это Все равно Плохо Зачем Ну Смысль Зачем Что это Дает Ну Кто-то Не может Сходить В воскресенье Ну Не сможет Сходить У нас Ева Больше 50% Крайне Редко Бывает То есть Есть Как было Раньше Это да И я просто Честно говоря Не очень Понимаю Почему Боятся Провести Все-таки Честный Выбор Честно Провести Честно Посчитать И Вот Вот Поэтому Очень Надеюсь Что все-таки Будут сделаны Выводы И что Все останется Так как Было Хотя бы Ну Потому что Если это Было 2-3 дня Ну Это честно Говоря Вообще Ужас Уже не Выборы Уже не Выборы Да Денис Ерохин В нашей студии Депутат Кировской городской думы И председатель комиссии по транспорту И лично коммунальному комплексу Денис Я бы хотела попросить вас прокомментировать историю Со стадионом трудовые резервы У меня к сожалению информации нет Я знаю что вы озвучивали ее на одном из заседаний гордумы Или на одном из заседаний комиссии по-моему Да Что с этим стадионом Стадион трудовые резервы Вообще Насколько я понимаю Власти наши собираются ремонтировать По какой-то федеральной программе Был релиз на сайте правительства Ну то есть Планы большие Там по-моему Трудовые резервы И на родину Порядка 80 Кажется миллионов рублей Собираются вложить Ну вот трудовые резервы В следующем году Собираются ремонтировать А будет Будешь ремонтировать Ну вы знаете Как бы я на майской думе Говорил о том Что Значит Трудовые резервы Было зарегистрировано За муниципалитетом А там суды Причем с 12-го года По-моему Шли В 12-м В 14-м году Было окончательное решение Вроде бы арбитраж Признавал За муниципалитетом Да Но сейчас был суд Общей юрисдикции Именно И вот эта организация Которая постоянно спорила За счет этих объектов Она обращается Пермской организации Пермской организации Юность России По-моему Ну Юность России Юность Святки У них там какая-то Тоже была такая схема Да Она самообращается С заявлением в суд В Первомайске Насколько я понимаю О восстановлении Пропущенных сроков На подачу жалобы На подачу жалобы В областной суд То есть Было зарегистрировано Право за муниципалитетом И соответственно Они хотели В данный момент Оспорить Но У них был Пропущен срок И обычно Ну юридическим лицам Насколько я понимаю Восстанавливают Это крайне редко Потому что Это физическому Как бы лицу Есть уважительные причины Там болел В командировке Тут я так понимаю Но дело в том Что Администрация Она вот При Вот ее Так скажем Значительной численности Там около 600 человек И достаточно Немаленький Правовой отдел Она не нашла Время сходить В суд И сказать Что мы возражаем О восстановлении Сроков О чем в принципе Я говорил На майском Заседании Думы Спрашивал Как раз о том Почему Администрация Не ходит И не отстаивает Свои права То есть Как бы И соответственно У судьи Какой выбор Если там Одна сторона Приходит И говорит Мы просим Восстановить А другая Гидит Нам все равно Понятно Что судья Восстанавливает Восстановив Вот этот срок На подачу Заявления Они обращаются В областной суд И областной суд Отменяет Право собственности На данные объекты Это уже случилось Это уже случилось Как давно Это вот буквально На той неделе По-моему Произошло А почему мы Никакой реакции Не видим Со стороны администрации Ну Администрация Насколько я знаю Они там Только собирают Совещание У них одна реакция На любую Происходящую историю Вот Но только Какой результат Этих совещаний Ну пока Честно говоря Вот я тоже Действительно знаю То есть областной суд У муниципалитета Забрал Право собственности На стадион Трутовые резервы Не на стадион А вот на эти объекты На эти здания Да То есть стадион Остался за муниципалитетом А вот эти здания Они сейчас Подвешены Насколько я понимаю Состояние Он еще и не зарегистрировал Право собственности За новой организацией Но в то же время Как бы у муниципалитета Уже Как бы Право собственности Утеряно По решению суда Вот И дальше Как сейчас могут Развиваться события Сейчас могут Развиваться события Следующим образом Если все-таки Им удастся Зарегистрировать Право собственности И доказать Что они Имеют отношение К данным объектам То администрация Соответственно Должна Под этими объектами Выделить им Земельный участок И то есть Вот часть стадиона Вот до сегодняшнего дня На этом стадионе По-моему То ли шиномонтаж То ли автосервис Находится Ну и То есть Вот досколько мне известно В области Предусмотрены деньги Действительно На восстановление Вот этого стадиона На трибуны Которая там У нас Произошла Трагедия В 60-х годах И вот с тех пор Их там не было И вот Если области Устраивают то Что Ну вот они Вкладывают деньги А тут рядом Шиномонтажка Ну вот я не знаю Значит такое у них Видение вот этой ситуации А у этой пермской организации Какие-то шансы есть Полностью стадион Себе заполучить Или нет Ну я полностью Честно говоря Сомневаюсь Но учитывая Знаете Вот Ну все же может быть Да то есть Как бы мы же По парку Мы же в России живем Да Там скажем Когда Справедливо Восторжествовало Хотя было Четыре судебных решений Я очень надеюсь Что По стадиону Это не произойдет А вот именно Вопрос стоит Об этих вот Объектах Ну Это На самом деле Теряет как целостный Объект То есть как бы Это получается Там Ну Тут стадион Да то есть в центре города А тут не знаю Там шиномонтаж Ну Честно говоря Возможно это даже Ограничивает нас Там участие в каких-то Федеральных тех же Программах Ну Мне кажется Да Если не целостный Объект Возможно Я честно говоря Это не готов сказать Понятно А реакции администрации Пока неизвестны Вы говорите Собирают совещание Ну да То есть Да Они пытаются Но вот мы Додумих Обязательно спросим Что они пытаются Делать Ну честно говоря Всего лишь Надо было Прийти И доказывать То что Право на подачу Там Жалобы И стекло Поэтому Как бы мы возражаем И вот Мне кажется На этой стадии Наверное Было бы легче То что сейчас Уже все отменено Ну как бы Я не знаю Что они сейчас будут делать А дума Какого числа? Дума Последнюю среду Месяца Поэтому Какого там числа? В июле Денис Ерохин Депутат Кировской Гордумы В нашей студии Мы сейчас делаем Перерыв на рекламу Через полторы минуты Сегодня это особое мнение Дениса Ерохина Он у нашей студии Депутат Кировской Городской думы Мы продолжаем И вот по следам Последнего Наверное Заседания Предыдущего Последнего Мы выяснили Что новое будет 29 июля В среду В конце месяца По стадиону Трудовые резервы Я думаю Что будет дополнительная Информация На июньской думе Была Интересная Достаточно История История Капремонта Ну Во-первых Конечно Очень забавно Нам в очередной раз Обещают прорыв То есть На счетах Фонда Капремонта Сейчас Почти 3 миллиарда рублей Фонд Не успевает Ремонтировать Все Запланированные Объекты На протяжении Всего действия Наверное Программы Капремонта Каждый раз Называются В том числе Уважительные причины Жители Там не готовы Пускать мастеров Подрядчики Какие-то Нехорошие Кто-то там опаздывает Не могут найти Подрядчиков Раньше На старте Там программы Капремонта Собираемость Была не очень хорошая Но сейчас Вроде и деньги То есть Но вот Не успевают Их тратить Но почему-то В следующем году Будет прорыв Ну Это Тут Знаете Кроме смеха Ничего не вызывает Прорыв Вообще В той или иной Как бы ситуации На сегодняшний день Когда приходит Тот из чиновников И говорит Мы сделаем прорыв После этого Не знаю Там Ну Всем становится Очень весело И всем Поднимает Это настроение Нам действительно Приходил на думу С отчетом Фонда Капремонта Министр Андрей Балдыков Андрей Балдыков Да И в том числе Стоял вопрос Который Он стоит Достаточно Уже актуально На На тему Как Ремонтировать Исторические дома Вот эти Которые Ну у нас вообще То есть Как бы Достаточно Многих По Около 40 Около 40 Да Ну вот И Одно из предложений Было Которое он озвучил Он предложил Что Данным домам Сделать 100 рублей С квадратного метра Одно Из решений Данного вопроса То есть Давайте Давайте просто посчитаем Квартира 30 метров У тебя Ты платишь По 100 рублей Ты платишь 3000 в месяц За капремонт 3000 за капремонт В год ты платишь 36 Который Это неизвестно Когда получишь И получишь ли вообще И не упадет ли К тому времени Этот дом Так называемый Исторический Действительно Есть Кире Там Исторические дома Которые там Не вызывают сомнения Где живут люди Но есть дома Такие спорные Исторические Например Там Не знаю Там Если какой-то Революционер Там где-то Переночевал То есть Почему он является Историческим Для меня Для меня загадкой Ну это Как бы Это другой Другой вопрос Но Видимо Вот этот министр Он искренне считает Что Ну в этих домах Люди живут Именно по одной причине Потому что Они Наверное Хотят Иметь отношение К чему-то Историческому И великому Да То есть А не из-за того Что они просто Вынуждены там проживать Потому что Строителям Они не интересны Потому что Строители не могут Их зачастую Снести Или Достаточно Большие проблемы С этим То есть Это Мы понимаем Исторический объект Он охраняется Он охраняется Он должен Здесь быть Прочее Прочее Поэтому Люди вынуждены Там жить Приобрести Какое-то новое Жилье Они наверное Там не могут Вот Поэтому И говорить о том Что давайте Мы вот этим людям Возьмем И сделаем Там 100 рублей С квадратного метра Причем Где-то там В кругу Там Каких-то Своих коллег А именно Прийти на думу И там В том числе Присутствие СМИ Сказать Вот давайте Мы сделаем 100 рублей Подождите Денис А я вообще Не понимаю А почему Надо отдельно Жителям этих домов Делать какой-то Спецтариф Они же наверняка Не на спецсчетах Эти люди Они наверняка На счете Вот регионального оператора Нам же Когда этот счет Формировался Говорили Вот счет регионального оператора Какому-то дому Нужен срочный ремонт Он еще не заплатил полностью Но со счета На сегодняшний день Большинство людей Если зайти на фонд капремонта И у вас дом Какого-нибудь там Начало 90-х Конец 80-х Вы увидите Что у вас там Ближайший ремонт Там Две тысячи Кого-нибудь Тридцать второй Сорок Второй Сорок первый Там год Как бы и так далее Поэтому А деньги-то лежат А деньги лежат И В принципе Они собирают Один миллиард в год А На счетах лежит три То есть Три года Можно сказать Вот то что сейчас мы видим Они просто собирали И получается Ничего не делали То есть Если бюджеты эти лежат То есть И говорить о том Что они вдруг там Сделают прорыв Ну честно говоря В это во-первых Никто не верит Во-вторых Как бы Это Абсолютно Неэффективная структура В том плане Что Ну Мы вот Видим это цифрами Мы не предполагаем Мы видим это цифрами Три годовых бюджета Люди собрали И они просто лежат То есть Если бы Но они не просто лежат Они в банке лежат Они в банке лежат Под процентами лежат Конечно Но Большинство жителей города И области Они воспринимают Данные Фонд капремонта Как знаете Как какой-то Толок на квадратные метры То есть И в конечном итоге Когда они что получат И получат ли вообще Большой-большой вопрос Вот когда Мне задают такой вопрос Что делать Я Ну в первую очередь Рекомендую Либо открыть Как бы свой счет При ТСЖ Или еще как-то При ТСН Либо хотя бы Сделать спецсчет Большому дому выгодно Маленькому Вот эти исторические дома О которых мы говорим Там 10 квартир Где-то меньше 10 квартир Они в общем котлеи И вот они как раз Являются Собирателями Этой кубышки Фонда капремонта Которая в принципе Ничего Как мы видим Не делает Но при этом Денис Ремонтировать-то их надо Мы все понимаем Однозначно Ремонтировать их надо Я еще в 17-м году Предлагал Практику других городов В Краснодарском крае Вот именно Брал практику И говорил там В том числе И с сотрудниками Фонда капремонта У них сделано Очень Просто У них заказчикам Фонда капремонт Всю проектную организацию Вернее Всю проектную документацию Сопровождение работ Согласование работ Приемка работ Занимается муниципалитет То есть я говорил о том Что давайте В нашем случае В Кирове Это мог бы быть УКС Управление капитального строительства Города Кирова Который будет делать проект Составлять сметы Что зачастую У них сейчас происходит И почему не исполнение Проводится конкурс Выигрывается Когда-то Питерская Допустим Один из примеров Выиграла Питерская организация На проектирование Понятно Что она качественно Не составит В случае изменения Каких-то проектов Когда это все будет Здесь Это все будет Под контролем Это будет А фонд капремонта Он бы просто Занимался тем Чтобы собирал эти деньги И являлся платильщиком Все То есть там Фактически просто касса Как бы Да Там количество людей Сократить Здесь добавить И тут в принципе И как бы И никто не может Знать лучше проблем По ЖКХ Чем сам Путиципалитет То есть они в первую очередь Знают Все жалобы люди Пишут Они сначала пишут Не фонд капремонта Они пишут В администрацию Если бы вот тот бюджет А большая часть денег Этого фонда капремонта Собрана именно в Кире Если бы даже там Две трети Из них там Два миллиарда Ушло В город На решение проблем ЖКХ Я думаю Что и наши дома Бы преобразились И люди бы это Почувствовали И понимали бы За что они оплачивают Ну увы Я так понимаю Что пока нет Я так понимаю На июльскую комиссию Мы пригласили Вот этого министра Он придет И может свое Какое-то видение О прорывах Нам еще поведают И мы может быть Тут будем очень неправы И очень удивимся Будем следить А вдруг правда Они какой-то хитрый способ Придумали За год все отремонтировать Все деньги потратить С умом Хорошо Остается у нас Две минуты до конца Эфира Еще я хотела Вас Денис спросить Не знаю Может быть вы в курсе Все-таки с центральным рынком Какая-то непонятная история То есть сначала Нам рассказывали о том Как все там преобразится Парковки, павильоны И по-моему Даже какие-то картинки Появлялись где-то В открытом доступе Как все это будет выглядеть И в конце июня Вдруг выясняется Что аукцион На разработку Проектной документации По центральному Именно рынку Отменен Я так понимаю Что на Октябрьском рынке Работы будут На Октябрьском рынке Насколько я понимаю Да Там уже все согласовано Я так понимаю Что в ближайшее время Его должны уже стасить Потому что то здание Которое сейчас стоит На Октябрьском рынке Ну на мой взгляд Тоже заходить достаточно страшно Там и крыша бежит И полы все перекошены Там и так далее И планируется конечно В первую очередь Сделать это Я считаю Что это абсолютно правильно Потому что Ну это Пуниципальное имущество И то что Ну как бы рынок Станет лучше Площадь увеличится В два раза Это конечно здорово То что по Центральному рынку Изначально планировали Концепцию Что разом Все построить И Так скажем Разом все запустить Ну учитывая Экономическую ситуацию И учитывая что Скажем Интерес Кирову Он Там Со стороны инвесторов Ну я На мой взгляд Детак великий Поэтому Я так понимаю Что отменили По той причине Потому что Хотят В принципе Строить его По частям То есть Ну на мой взгляд Это правильно То есть По частям Сделали один павильон Заселили туда Предпринимателей Сдали Сделали благоустройство Отгородили Какую-то часть рынка Строят что-то другое Как разом Все это построить Но это честно говоря Это закрывать Это надо закрывать рынок А там такое количество Как бы людей Которые зарабатывают Себе на жизнь Там Поэтому я считаю Что это не нужно делать И строительство По частям Все-таки Это Разумнее Ну Так скажем Дай бог Чтобы это все Произошло Потому что Ну учитывая Что там И экономической ситуации И прочее Прочее Я думаю Что Если Октябрьский Хотя бы сделают Это уже хорошо Дойдет ли до центрального Ну давайте Будем Просто надеяться И там инвесторов Будут искать Но инвесторов Пока нет Ну инвесторов Да Но просто Дойдутся ли они И Учитывая Что Я говорю Что там В принципе инвесторы Богут быть Эти же предприниматели Которые на каких-то условиях Будут участвовать И выкупать Все там Почти На основе Софи Я не знаю Что будет дальше Но то что Поделили проект И будут строить по частям Я считаю Что это правильно И разумно Денис Ерохин В нашей студии Депутат Кировской городской думы Спасибо большое Это программа Особое мнение Яна Лапшина И мы с вами прощаемся До свидания До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok